проверяем стены если есть неровности ставим маяки при небольшом слое протягиваем клеем пока сохнут стены грунтуем полы ставим маяки и тоже протягиваем клеем пока сохнут полы подготовим плитку в моем случае нужно подрезать углы у плитки для декора для этого мы делаем разметку на всей плитке и производим их разрез по всем углам далее проверяем все ли мы сделали правильно да вроде все точно после высыхания пола грунтуем его отталкиваясь от душевого поддона делаем разметку на полу и в этом направлении нам поможет лазерный построитель устанавливаем его таким образом чтобы луч соответствовал размеру плитки от начала и до конца далее чертим всю разметку карандашом замешиваем клей и начинаем укладку плиткой плитку промазываем а если имеется горб то проходим провилом для идеальной поверхности с другой стороны после чего производим ее укладку фиксируя системой выравнивания ампола после каждого ряда обязательно корректируем когда вы в этом случае получаете и после окончания работ с плиткой приступаем к укладке декора пол практически готов далее устанавливаем трапы посадим его на клей и выставим в лазерном универе после чего установим маяки и выложим бордюр а пока все сохнет мы нанесем гидроизоляцию далее заливаем поддон цементно-песчаным раствором с уклоном на 1 метр 10 миллиметров после того как поддон высохнет удаляем маяки и 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 далее штукатурим места где были маяки и после того как высохнет подкорректируем и так как у нас будет крупный формат поверхность стен мы хорошо подготавливаем в первую очередь начнем укладку напольной плиткой отталкиваясь от середины ну и с переходом на полы санузла чтобы шов был единым и и и и Подготовим трап, все настроим, а затем установим пенопластовый ограничитель. Он служит как лекало для сливного отверстия. Тщательно прополисуем. И произведем монтаж гидроизоляционной ленты. Далее нанесем гидроизоляцию. После того, как мы все подготовили, приступаем к укладке. Но перед этим сделаем точную разметку. И как вы уже поняли, мы обрезаем углы для монтажа декора. Так, я думаю, будет красивее. Сделаем разуклонку. Ну вот, вроде все готово. Кое-где откорректируем черепашкой. И начнем монтаж поддона. КОНЕЦ Произвели монтаж поддона. И на всякий случай проверим лазерным нювелиром. Да, все четко. По кругу идет один размер. Далее произведем монтаж декора. Размер плитки составляет метр двадцать на два шестьдесят. Из-за того, что середина прогиналась, мы решили подстраховаться. И взяли присоску стоимостью девятьсот рублей с удержанием веса сто килограмм. Так будет более надежнее. Перенесем плитку на стол. Также проверим плоскость. Вроде все идеально. Теперь разметим нужный нам размер. И перенесем его на плитку. На направляющую рейку прилепили мягкую губку. И вложим на плитку по размеру. После чего все укрепляем. Рейку, а также подшипники к рейке делал Володя. Все подробности про его самоделки вы можете увидеть на его канале. Володя Кондратьев. Ссылка на его канал будет под описанием. Субтитры делал DimaTorzok После распила плитки, убираем рейку и отрезанную плитку. После чего, проверяем качество реза. Получилось ровно. Размер плитки составляет метр двадцать на два шестьдесят толщиной в шесть миллиметров. Керамогранит оказался настолько крепким, что нам еле хватило допилить три плитки алмазным диском от Distart. Толщина диска один и два миллиметра. То есть это супер тонкий диск хорошего качества и довольно таки не из дешевых. В конце даже приходилось лить воду, так как он начал искрить. Такой крепкой плитки я еще не встречал. Хотя эта плитка, как и остальная, прибыла из Италии. После распила также проверяем рез и полируем его. Далее обрезаем плитку под кран душевой кабинки. Соответственно сверлим отверстие алмазной коронкой. С применением кондуктора. Ну и обязательно нам надо проверить, все ли мы правильно отпилили. Приступаем к следующей плитке. Лифт для переноса плитки делали своими руками. Ссылка на сборку лифта будет в описании. Далее повторяем тот же процесс. Субтитры сделал DimaTorzok Для точной разметки применяем бумагу. А для точной резки алмазную коронку. Ну и приступаем к укладке. Субтитры сделал DimaTorzok Плетку обязательно промазываем. Наносим клей на стену. После чего приклеиваем. Размер SVP составил 1 миллиметр. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Далее нам надо снять фаску Для этого мы применили кромкорез Также от Sigma Далее нам надо снять фаску После чего произвели укладку откоса душевой кабинки Плоскость откоса установили таким образом Чтобы он совпадал с плоскостью бордюра душевой кабинки Вторую сторону откоса будем собирать после установки стеклянной двери душевой кабинки Произведем распил под 45 градусов для бордюра душевого подона Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Далее производим укладку бордюра душевого подона Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok Далее снимаем фаску Ссылка на полный обзор по этой теме будет под описанием Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok